Мы сегодня с вами поговорим на различные темы, которые связаны с нашими попытками найти братьев по разуму, с нашими представлениями о том, что, может быть, мы когда-то уже с ними встречались или, может быть, встретимся в будущем. Изначальная идея была просто поговорить про феномен неопознанных летающих объектов, но в действительности тема существенно более широкая, и поэтому я буду сегодня затрагивать далеко не только проблему неопознанных летающих объектов, но и, в принципе, проблему разумной жизни в космосе. Сразу же очень важная оговорка относительно терминологии. Вообще говоря, НЛО – это неопознанный летающий объект. То есть это просто что-то, что находится в небе, что предположительно летит, и мы не можем об этом сразу же сказать уверенно, что это такое. И в этом смысле НЛО, безусловно, существует. Если мы самоуверенно скажем, что НЛО не существует, это будет просто означать, что мы абсолютизируем свое знание. Я не могу сказать, что НЛО не существует, потому что тем самым я как бы обязуюсь идентифицировать любой замеченный мною в небе объект, чего я сделать, конечно, не в состоянии. Но при этом вот это сокращение НЛО на русском языке, UFO на английском языке, Unidentified Flying Object, уже настолько прочно ассоциировалось с инопланетными космическими кораблями. Вот эта ассоциация прочно установилась, хотя если задуматься, то транспортное средство пришельцев – это опознанный летающий объект. Поэтому вот эту терминологическую тонкость, конечно, нужно всегда иметь в виду, и мы с этим еще неоднократно столкнемся. Теперь несколько слов о том, как люди относились к этой проблеме в разные времена. Идея множественности миров и множественности обитаемых миров очень много лет, и об этом писали еще древние греки. Вот, например, известное произведение Тита Лукреция Кара о природе вещей. Это первый век до нашей эры. Это то произведение, где описано атомистическое учение, и оно больше всего известно как именно такой провозвестник атомной теории строения вещества. Но в действительности Лукреция пишет здесь и о множественности миров, исходя из следующей логики. Мы все, что находится вокруг нас, видим во множестве. Есть много животных, много растений, много людей, много рек. Нет ничего такого, чтобы мы на Земле видели в единственном экземпляре, и поэтому совершенно логично предположить, что и сама Земля, и те существа, которые на ней обитают, это тоже проявление какого-то существенно большего множества. Подобным же образом небо, солнце, луна и земля, и моря, и все прочие вещи не одиноки, но их даже больше, чем можно исчислить. Второе рождение эта идея получила уже в средние века. Вот картинка здесь показывает чертеж Рене Декарта, опубликованный им в трактате о свете в 30-е годы 17 века, где показаны отдельные звезды, и одна из этих звезд — Солнце. То есть он уже пишет уверенно о том, что все звезды равны Солнцу, каждая из них окружена собственным небом, и в принципе у каждой звезды должно быть что-то такое же, что мы наблюдаем вокруг Солнца. В 1686 году вышла научно-популярная книга Маркиза Фонтенеля, обложка которой здесь показана, рассуждение о множественности миров, где он тоже рассказывает о том, что миров много, и они все обитаемы, и может быть это те самые творения Фонтенеля, которые читал в свое время Онегин. В 1752 году был опубликован роман Вольтера «Микромегас», в котором вообще главным героем был инопланетянин. В 1755 году опубликовал свою известную книгу «Титан мыслей Эммануил Кант. Всеобщая естественная история и теория неба», где он тоже совершенно спокойно рассуждает об обитаемости всех тел Солнечной системы и даже делает какие-то выводы о том, как разнятся характеры существ, которые обитают на разных планетах. На Меркурии живут какие-то более горячие, порывистые существа, а на Юпитере какие-то более медлительные, может быть более спокойные. Известный популяризатор астрономии Камиль Фламарион тоже написал несколько книг о внеземных жителях, вот одна из них «Жители небесных миров». Но вот здесь, в этом отрывке Фламарион высказывает два суждения, на которых хотелось бы остановиться. Суждения эти состоят в следующем. Мы находимся на Земле, мы ограничены земным опытом, и когда мы пытаемся рассуждать о том, каковы могут быть существа, обитающие на других планетах, у нас есть две альтернативы. Либо мы проецируем на них свои собственные воззрения и получаем все, что бы мы не создали, увлекаемые задором самого отважного воображения. Всегда наши фантазии будут отзываться чисто земным происхождением. Если же мы попытаемся наш земной опыт отринуть, мы получим хаос и химерические уродства, то есть какую-нибудь чушь насочиняем. Это популяризаторы, философы, писатели, но обитаемость различных тел космических была совершенно нормальной темой и для научных статей. Вот это отрывок из статьи Вильяма Гершеля, опубликованной им в 1795 году, где он совершенно спокойно рассуждает об обитаемости Солнца. Тогда про внутреннее строение Солнца не было известно практически ничего, и Гершель мог себе позволить предположить, что да, поверхность Солнца очень горячая, но вот эти солнечные пятна, которые мы на Солнце видим, это отверстия в облачном слое, и через эти солнечные пятна мы заглядываем внутрь в более холодные солнечные области, где обязательно, конечно, кто-то живёт. Ситуация начала меняться в начале 19 века, когда окончательно стало ясно, что жизнь, по крайней мере наша жизнь, жизнь такая, какую мы можем себе представить, это химический процесс. Это набор химических реакций, в которых участвует соединение совершенно конкретных элементов, главным образом углерода, и эти реакции, как любые химические реакции, для своего протекания требуют определённых физических условий. То есть мы не можем вот так вот произвольно населять вообще все тела, которые мы наблюдаем вокруг себя. На Солнце нет, на Меркурии нет. Осталось, в общем-то, в Солнечной системе две альтернативы, но они очень долгое время считались обитаемыми, и особенно здесь, конечно, славен Марс, на котором при помощи земных телескопов наблюдались полярные шапки, наблюдались сезонные изменения. У него продолжительность суток почти такая же, как у Земли. У него ось вращения примерно под таким же углом наклонена к плоскости орбиты, как и у Земли, соответственно, там есть смена времён года. У него есть атмосфера. И в XIX веке не было никаких сомнений в том, что Марс обитаем, и здесь, конечно, важную роль в развитии этой идеи сыграли астрономы Скиапарелли и Ловел, которые нам подарили понятие о марсианских каналах. Они наблюдали вот эти тёмные линии, и особенно Ловел развивал идею, что это ирригационные сооружения, построенные марсианами, чтобы из полярной шапки передавать воду в засушливые экваториальные области, и Ловел много писал, и в том числе даже в газетах об этом. Но наступил XX век, телескопы совершенствовались, а ничего более внятного на Марсе не удавалось увидеть. И вот в 1956 году была выпущена книга о паре на Ефисенковой «Жизнь по Вселенной», где они уже пишут, но, наверное, всё-таки разумной жизни на Марсе нет. Тем не менее, предположение о существовании на Марсе органической жизни, например, растительности, почти ни у кого не вызывает возражений. Второе перспективное тело в Солнечной системе – это Венера. У Венера, как мы знаем со времён Ломоносова, существует плотная атмосфера, плотный облачный слой, и до начала космических исследований облачный слой считался однозначным указанием на дожди. Есть знаменитый рассказ Айзека Азимова про Венеру, место, где много воды. Есть рассказ «Неискончаемый дождь» Рея Брэдбери про Венеру. В 1962 году вышел фильм Павла Клушанцева, нашего знаменитого режиссёра «Планета бурь», где Венера совершенно шикарно обитаема, и даже в конце делается намёк на то, что там есть разумная жизнь. Следующий всплеск энтузиазма в отношении жизни во Вселенной был связан с началом космической эры. В 1957 год запуск первого искусственного спутника Земли, потом полёт человека в космос, полёт людей на Луну, всё это несколько парадоксальным способом привело к убеждению о том, что вот мы вышли в космос, и навстречу с той стороны к нам тоже кто-то приближается, и мы будем дружить, будет Великое кольцо цивилизации, будут вот такие бытовые полёты со звезды на звезду. И, в общем-то, люди начали всерьёз думать о том, каким будет контакт со внеземным разумом, и что мы должны делать, чтобы его осуществить. Началось всё с такой жизнерадостной концепции, которая называлась в Цети «Communication with Extraterrestrial Intelligence». Мы будем общаться с братьями по разуму. Но возникло здесь, конечно, некоторое отрезвление, связанное с тем, что общение, которое мы можем себе представить, это общение при помощи электромагнитного излучения, то есть сигналы будут распространяться со скоростью света. И даже до ближайшей к нам звезды они будут идти больше четырёх лет, потом четыре года возвращаться обратно. В общем, общение получится довольно-таки заторможенное. И, по всей видимости, нужно нам искать какие-то более реалистичные варианты. Эти варианты оказались связаны с космическим радиоизлучением. Открытие космического радиоизлучения произошло в 1932-1933 годах. Открыто оно было случайно. Инженером Карлом Янским. И довольно долго это излучение не привлекало никакого внимания астрономов, потому что открытие радиоизлучения из космоса было настолько неожиданным, что никто не знал, что с ним делать. И на протяжении очень долгих лет практически единственным энтузиастом радиоастрономии был Гроуд Рёбер из Соединённых Штатов. Вот он построил первую такую тарелку, уже типичный радиотелескоп. И он постоянно писал письма, статьи и пытался внимание астрономов привлечь к этой проблеме. К тому, что мы можем из космоса наблюдать радиоволны и как-то их интерпретировать. В 1945 году Хендрик Ван Бе Хулст с подачи своего научного руководителя, нидерландского астронома Яна Оорта, обнаружил, что специфическим видом радиоизлучения обладает водород. Самый распространённый, как мы теперь знаем, элемент во Вселенной. Он способен излучать или поглощать фотоны с длиной волны 21 см. Это излучение довольно слабое, но водорода очень много. И поэтому, если мы посмотрим на небо в радиодиапазоне на длине волны 21 см, мы увидим вот такую вот чёткую полосу Млечного Пути. Мы увидим, что у нас в галактике огромное количество водорода, весь этот водород светится. Излучение это было открыто впервые, точнее измерено в 1951 году, а в 1959 году вышла такая знаменитая статья Джузеппе Кокони и Филиппа Моррисона, в которой они предложили использовать длину волны 21 см для поиска сигналов внеземных цивилизаций. Сигналы, скорее всего, слабые, и рассчитывать, что мы весь радиодиапазон вот так вот детально прощупаем, было практически невозможно. Но они написали, что 21 см – это длина волны, которая должна быть известна всем разумным существам во Вселенной, достигшим определённого уровня развития. И если они, так же, как и мы, хотят общаться, они, скорее всего, выберут вот эту самую длину волны. И концепция CETI уступила место концепции CETI – Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск братьев по разуму, то есть уже вот не двусторонний контакт, но, по крайней мере, посмотреть на небо и увидеть какие-то признаки братьев по разуму. Ну, какие признаки, что мы можем себе представить, что мы можем на небе найти. Здесь удобно пользоваться классификацией цивилизации, которую предложил в 1964 году Николай Семёнович Кардашов, который предложил все цивилизации гипотетически разделить на три типа. Цивилизация первого типа использует всю энергию своей планеты, цивилизация второго типа использует всю энергию своей звезды, цивилизация третьего типа использует всю энергию своей галактики. Ну, третий тип – это что-то совсем гипотетическое, первый тип – это примерно мы. Мы немножечко ещё до первого типа не дотягиваем по энергетике, не дотягиваем не очень сильно, уже практически являемся такой цивилизацией, и мы можем представить себе, что увидит кто-то, глядя на нас со стороны. То есть можно пытаться искать бытовые сигналы. Мы излучаем в космос довольно много энергии. Одно время Земля была самым мощным источником метровых радиоволн в Солнечной системе. Но здесь есть проблема, которая связана с тем, что мы постепенно перестаем это делать. Вот эти бытовые сигналы, которые мы отправляем в космос, это напрасная трата энергии и денег. Мы просто греем Вселенную, и мы, конечно, по экономическим причинам стараемся эти потери сократить. Мы переходим на какие-то способы связи, которые уже не связаны с таким капитальным засвечиванием космоса. Поэтому, скорее всего, нужно рассчитывать на то, что мы будем находить какие-то целевые передачи. Вот они нарочно что-то соорудили, чтобы отправлять нам сигналы. Первая мысль была искать эти сигналы в радиодиапазоне на 21 см. Потом, сейчас уже обращают внимание и на оптический диапазон, потому что оказывается, что лазером можно светить в оптическом диапазоне существенно более эффективно и делать сигнал более мощным или делать передачу более продолжительной. Но здесь, конечно, ориентируясь, опять же, на собственный опыт, мы можем сделать вывод, что эта передача не идет на все небо, и она не идет постоянно. То есть для того, чтобы ее увидеть, мы должны вот так удачно посмотреть в нужную сторону в нужное время. В этом отношении более перспективными кажутся поиски цивилизации второго типа, которые уже достаточно развиты, чтобы вести передачу во все стороны и постоянно. Но вот как-то с этим делом пока обстоит плохо. Когда возникли все эти мысли, начали организовываться, начиная с 1960 года, различные проекты по поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Ну и можно смело сказать, что итог этих проектов пока что строго нулевой. Есть всего несколько примеров, которые хотя бы немножечко заставляют на что-то надеяться. Один из таких примеров — это сигнал «Вау!» 1977 год. Это программа поиска сигналов внеземных цивилизаций. Проводилась она вот на таком телескопе «Большое ухо». И в августе 1977 года был зафиксирован очень мощный всплеск излучения на 21 сантиметре. Вот его профиль здесь показан. Параметры этого всплеска говорили о том, что его источник находится за пределами Земли точно. В том направлении, откуда пришёл этот всплеск, нет ничего подозрительного. Он не повторялся более никогда. Просто в каком-то направлении вдруг произошла вспышка излучения на 21 сантиметре, и всё. На этом всё закончилось. Что это было — непонятно. Ну и поэтому можно пока надеяться на то, что это было что-то связанное с внеземными цивилизациями. Но, конечно, предложено за это время большое количество существенно более скучных объяснений. В 2015 году похожий сигнал был зафиксирован у нас, на нашем радиотелескопе «Ротан-600». Но этот сигнал, в конце концов, оказалось, что он имеет местное происхождение, имеет техническую природу. Ну и ещё один довольно известный пример — это звезда Табби. Звезда Табби интересна тем, что она обладает очень необычной переменностью. Вообще среди звёзд переменностью обладают очень многие звёзды. И есть звёзды с регулярной переменностью, и есть звёзды с хаотической переменностью. Вот звезда Табби обладает хаотической переменностью, То есть у неё иногда блеск гаснет на какое-то значение, потом восстанавливается, потом через какое-то время опять она немножечко угасает, потом блеск снова восстанавливается, и не удаётся установить какую-то регулярность в этих падениях блеска, не удаётся по результатам наблюдений придумать какую-то природу этих падений блеска. И в исходной статье, которая была опубликована об этой звезде, было сделано такое предположение, что, может быть, мы видим признаки каких-то астроинженерных сооружений, точнее, так называемой сферы Дайсона. Вот когда мы говорим, что цивилизация использует полностью энергию своей звезды, как она её использует? Вот одна из идей состоит в том, что можно окружить звезду оболочкой, и при помощи этой оболочки всю энергию, генерируемую звездой, перехватывать. Ну и вот если у нас есть сфера Дайсона на этапе строительства, она будет состоять из отдельных фрагментов, и мы будем вот такие вот падения яркости наблюдать. Гипотеза эта была высказана, но как-то не очень охотно её астрономическое сообщество восприняло, потому что это на самом деле не объяснение, это отказ от объяснения. Мы про инопланетян не знаем ничего, про сферы Дайсона мы не знаем ничего, с их помощью можно объяснять всё, что угодно. Но нет никакой перспективы проверки, нет никакой перспективы развития. И я вот посмотрел литературу по звезде Таби и увидел такую печальную вещь, что вот сразу после того, как она была открыта, статей про ней появлялось достаточно много, а сейчас про неё, вот конкретно про эту звезду практически писать перестали, потому что интерес угас, и в общем-то, скорее всего, все решили, что когда-нибудь мы разберёмся, что это, но никакая это не сфера Дайсона. Говоря о наших попытках зафиксировать чужие сигналы, конечно, нужно упомянуть ещё и наши собственные сигналы, которые мы отправляем внеземным цивилизациям, потому что логика подсказывает, что глупо искать сигналы наших братьев по разуму, если мы сами ничего не передаём. Если мы ничего не передаём, скорее всего, и они ничего не передают. Что искать-то тогда? Значит, надо что-то передавать. Сигналов таких мы передаём не очень много. Вот это вот сигнал, который был отправлен в космос при помощи ныне разрушенного телескопа Арисиба. На межпланетные аппараты мы добавляем какие-то артефакты, которые позволят инопланетянам что-то узнать о нашей жизни. Но с учётом количества таких попыток и охвата Вселенной ничтожного, это скорее всё-таки наше упражнение в самопознании, чем реальный шанс добиться какого-то внимания. Но здесь, конечно, довольно часто высказываются и такие соображения, что вот есть какая-то группа людей на Земле, которым интересен контакт со внеземными цивилизациями. И эти группы людей совершенно безответственно начинают вот так вот размахивать руками. Мы здесь, летите к нам, где гарантия, что мы привлечём внимание каких-то доброжелательно настроенных существ. Ну вот мне здесь нравится такая цитата из Винни-Пуха, когда там Винни-Пух и Пятачок хотели поймать слонопотама. И вот Пятачок опасался, что если они сумеют приманить слонопотама, это, может быть, не так будет для них хорошо. Потому что, может, слонопотама идёт на свист, но если он идёт, то зачем? В общем, так или иначе, сигналов нет, космических чудес сфер Дайсона нет, наши сигналы никто не принимает, мы не можем получить на них ответ. И возникло в результате такое понятие, которое известно как парадокс Ферми. Потому что, ну вроде бы, как он был сформулирован Энрико Ферми в какой-то частной беседе, суть его состоит в следующем. Наше развитие, как общие биосферы, со временем очень ускоряется. Здесь показаны некоторые основные этапы в развитии жизни вообще и разумной жизни в частности. А по оси Y отложены интервалы между очередными существенными шагами. И вот здесь видно, что жизнь на Земле появилась примерно 4 миллиарда лет назад, и 3 миллиарда из этих 4 не происходило почти ничего. А потом всё стало происходить быстрее, 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 и последние наши этапы, промышленная революция, изобретение телефона, изобретение компьютера, начало космических полётов, это всё оказалось впихнуто в интервал времени практически 100-летний. И если мы вот эту кривую проэкстраполируем дальше, в предположении, что и дальше всё будет происходить с тем же ускорением, то через тысячу лет у нас наши технические возможности будут совершенно запросто предполагать перемещение между звёздами. Потому что можно посмотреть наши сегодняшние возможности и сравнить их с тем, что было тысячу лет назад. И если какая-то цивилизация начала свой путь на тысячу лет раньше, чем мы, а почему нет, то эта цивилизация уже должна заполонить собою всю Вселенную. Космические корабли пришельцев должны летать запросто по Солнечной системе, а их нет, говорит Энрико Ферми. И вот возникает парадокс. Если у нас цивилизации так быстро развиваются, где они все? И не означает ли это, что их нет? Ну и вот тут мы как раз подходим к теме неопознанных летающих объектов, потому что уфологи нам уверенно скажут, почему не летают. Как это не летают? Летают, они уже здесь. И вообще вполне активно вступают с человечеством в контакт. Но на самом деле всё достаточно и в этой области выглядит грустно. Вообще неопознанные летающие объекты наблюдались, естественно, всегда, но по понятным причинам в разные времена. Люди давали им разные интерпретации, какие-то мистические, религиозные. А вот эта нынешняя инопланетная интерпретация, она появилась после Второй мировой войны, когда с одной стороны произошёл связанный с войной бурный рост технологий, и с другой стороны настроения были очень тревожные, были ожидания следующей войны. И вот на этом фоне начала развиваться вот такая вот инопланетная тематика. То есть мы можем связать неопознанные летающие объекты с инопланетными технологиями, с секретными военными земными технологиями, с секретными военными земными технологиями, каким-то образом заимствованными у инопланетян. И вокруг этого вырос колоссальный объём и каких-то рассказов, и какого-то фольклора. И практически во многих случаях это имело какой-то негативный контекст, это похищение людей, это какой-то вред. И в результате произошло то, что сейчас называют стигматизацией проблемы, когда более-менее разумные люди от этой тематики стали просто шарахаться. И в результате уфология осталась какой-то разновидностью городской мифологии наряду с лохнесским чудовищем, со снежным человеком. Почему? Потому что крайне недостаточное количество объективных данных. То есть человек не видел НЛО, он знаком с человеком, который видел НЛО. Если это какие-то фотографии, они будут очень плохого качества. Если это какие-то рапорты, они будут достаточно мутно написаны. Строгого научного подхода к проблеме НЛО так и не развилось, но это не означает, что он в принципе невозможен в отношении небесных явлений. Вот конкретный пример. 15 февраля 2013 года. Над Челябинском пролетел неопознанный летающий объект. Огромное количество фотографий, огромное количество видеозаписей. Регистрировался инфразвук, связанный с этим событием. Потом были обнаружены фотографии из космоса. Конечно, это было громкое событие. Ничего не скажешь, но вот, пожалуйста, что-то пролетело в небе. Объем информации колоссальный. В наше время, когда камеры висят на каждом углу, вот про Челябинский метеорит информации много, а про летающие тарелки ее больше не становится. Еще один пример, который в принципе в чем-то родственен, тоже некие загадочные явления, это гамма-всплески. Они были открыты в конце 60-х годов. Оказалось, что Вселенная на нас из разных точек время от времени светят вот такими вспышками гамма-излучения. И на протяжении многих десятилетий не было ясно, что это такое. И разброс гипотез был совершенно колоссальный. От того, что это взрывы, которые происходят где-то очень далеко, до того, что это какие-то события в Солнечной системе. И, конечно же, предлагалось такое объяснение, что это как-то связано с внеземными цивилизациями. Но все это время копились данные, копились данные, копились данные. Совершенствовалось оборудование для наблюдения гамма-всплесков. Прошло 30 лет, и природа гамма-всплесков более-менее нам теперь понятна. Мы знаем, что это какие-то события, связанные либо со взрывом очень массивных звезд, либо с событиями, которые происходят на нейтронных звездах, остатках этих массивных звезд. На то, чтобы решить эту проблему, понадобилось 30 лет упорной работы. Но вот есть эта упорная работа и есть результат. Что-то похожее происходит сейчас с быстрыми радиовсплесками. Это тоже импульсы радиоизлучения, но теперь уже в радиодиапазоне. Все больше накапливается свидетельств того, что это тоже каким-то образом связано с нейтронными звездами, с нейтронными звездами, у которых есть очень мощное магнитное поле. И понятно, что по мере накопления информации, по мере нового упорного труда, и эта загадка тоже будет раскрыта, надо просто работать. Но здесь, конечно, в этом контексте можно упомянуть одну проблему, проблему перитонов, которая показала, что часть быстрых радиовсплесков действительно имеет происхождение, связанное с разумной жизнью, с разумной деятельностью. Вот на этой картинке сверху показана запись такого явления. Вот такой всплеск радиоизлучения. Их много фиксировалось на радиотелескопе Паркс в Австралии. Правда, там с самого начала высказывались предположения, что это, наверное, всё-таки не внеземное явление. Это как-то связано с Землёй, но объяснение оказалось несколько, я бы даже сказал, стыдным. Вот на этой картинке внизу показано распределение по времени суток, синим показаны быстрые радиовсплески обычные, а вот этим розовым перитоны, вот эти вот загадочные радиовсплески, которые на телескопе Паркс были обнаружены, они происходили в основном в обеденное время. Потому что оказалось, что на телескопе Паркс стоят две микроволновки, которые разрешают открывать дверцу до того, как выключился источник микроволнового излучения. И вот голодные астрономы, не дожидаясь, пока остановится микроволновка, открывали дверцу, доставали оттуда еду, а телескоп радостно фиксировал всплеск радиоизлучения. Сейчас, в последние годы, можно, наверное, сказать, что какое-то появляется второе дыхание этой проблемы. Одно-второе дыхание, оно не совсем здоровое. У нас сейчас, ну не знаю, наверное, только в утюгах нету камер. И, казалось бы, с обилием вот этих камер, которые развешаны по домам, и камер в телефонах, количество документальных свидетельств неопознанных летающих объектов должны появляться во всё большем количестве. Этого не происходит. В общем, довольно часто в качестве свидетельств существования неопознанных летающих объектов предлагаются снимки каких-то элементарных атмосферных явлений. Но я тоже так в порядке, может быть, какого-то юмора приведу несколько моих любимых примеров. Сейчас есть много программ, которые вам показывают вид звёздного неба. Это программы планетарии. Они довольно часто бывают построены на реальных фотографических снимках, в частности, на снимках обзора DSS. Digitized Sky Survey — оцифрованный обзор неба. И вот в преддверии конца света, в 2012 году, люди обратили внимание на то, что вот есть маленький участок неба в созвездии Ориона, где отображается вот такой вот чёрный прямоугольник. Я вчера проверил, он на месте. И что это значит? Это значит, что там летит к нам корабль инопланетян, а учёные решили его таким образом от общественности скрыть. Вот в нашу эпоху фотошопа учёные не нашли лучшего способа скрыть корабль инопланетян, чем пришпандорить туда вот эту вот заглушку. Причём вот эти снимки, они воспринимаются как снимки в реальном времени, что, конечно, не так, но это просто артефакт сшивки изображений, и вот на этой соседней фотографии таких артефактов огромное количество. Ещё одна тогда же возникшая страшилка, аргументы и факты. К Земле летят гигантские космические корабли инопланетян. Та же самая ситуация, ну вот это SkyMap.org сайт. Действительно, вот какие-то страшные конструкции наблюдаются рядом с некоторыми звёздами. Ну, явно какая-то искусственная конструкция, правда? И явно это какая-то разумная цивилизация делала. Да, эту конструкцию сделала наша земная цивилизация. Это вот эти распорки на держателе пластинок, на телескопе, на котором были сделаны эти наблюдения. Но вот эти объяснения, они людей, конечно, не устраивают. Ещё два примера. Видео, снятое с самолёта, вот там какая-то чёрточка. Вот этот снимок сделан мною в городе Голицыно, Московской области. И вот журналисты Комсомольской правды пишут, мы отправили это фото эксперта. Эксперты сказали, это инверсионный след самолёта. И всё. Но журналисты всё равно пишут, а вдруг это всё-таки НЛО, замаскированное под инверсионный след самолёта. Ещё один пример. Это октябрь 2022 года, это так называемая «Медуза». Так выглядит запуск космического корабля из какого-то близкого места. Ну, это вот запуск был из Плесецка. Наблюдение было сделано в Санкт-Петербурге рядышком. И одно из очень известных старых свидетельств НЛО – это так называемый Петрозаводский феномен. Вот, пожалуйста. Это вот реальный снимок современного запуска. Это зарисовки и фотографии того, что наблюдалось в Петрозаводске. Наблюдалось это в 4 часа утра 20 сентября 1977 года. По странному стечению обстоятельств в 4 часа утра 20 сентября 1977 года был запуск космического корабля с космодрома в Плесецке. Но люди в это не верят. То есть вот мне достаточно вот этих двух изображений, чтобы отождествить два этих события. Но нет, люди пишут, нет, там было ещё другое. Там были дырки в окнах, там было что-то ещё. Но вот с точки зрения научного подхода есть такое понятие «лезвие Аккама», которое, ну, разные есть формулировки. Одна из формулировок правильным является самое простое объяснение. Вот самое простое объяснение – это то, что это был запуск космического корабля с Плесецка, и оно является правильным. Но у нас продолжаются подобные заблуждения. Март, самое начало марта прошлого года, 2023 года, наблюдалось такое красивое небесное явление – соединение Юпитера и Венеры. Юпитер-Венера рядышком на небе, вот так ярко на вечерние сумерки светили, они напугали кучу народу. Я почему об этом знаю? Потому что мне начинают звонить журналисты и говорить – объясните, пожалуйста, что происходит. Люди боятся. Вот этот астроном – это я. А там же страшные вещи были в Санкт-Петербурге, там люди утверждали, что ПВО сработало по этим объектам. Но вот что печально, что со всех сторон люди говорят – это Венера и Юпитер. А им отвечают – вы врёте. Вы нам специально вешаете лапшу на уши, чтобы скрыть от нас какую-то страшную правду. Ну вот, кстати, анонсирую новую комету. Понса Брукса, она сейчас еле-еле видна, но вроде бы как должна быть видна лучше. Вот такое изображение, у неё из ядра идут выбросы, ядро вращается, они закручиваются в спираль. Я думаю, что появятся сообщения о новом инопланетном космическом корабле в результате. Но это вот такое весёлое, немножко грустное «Второе дыхание-1». Но на этом фоне происходит некое оживление интереса к тематике в той стране, которая её в значительной степени породила, и в которой большая часть свидетельств по сей день сосредоточена. Это Соединённые Штаты Америки. Ну и, в общем, там высказываются какие-то соображения общего значения. Значит, вдруг Пентагон начал выкладывать изображения неопознанных летающих объектов, которые фиксируются уже более-менее объективными средствами, и возникла мысль, что надо всё-таки что-то с этим делать. Почему? Потому что, в принципе, неправильно отказываться от исследования чего бы то ни было. Дальше, закрывая глаза на проблему НЛО, мы можем пропустить какую-то интересную физику. И здесь примером могут служить, например, спрайты и другие открытые в последнее время новые виды атмосферных электрических разрядов. То есть вот мы их раньше не знали, теперь мы про них знаем, и это нам в какой-то степени открывает новое окно в атмосферное электричество, что нам, в общем, интересно. Ну и, конечно же, закрывая глаза на проблему НЛО, мы рискуем упустить из виду какие-то проблемы с национальной безопасностью. Если мы посмотрим историю, то мы обнаружим, что в Штатах формально организованное исследование этой тематики не прекращалось с 1945 года, но вот сейчас, наконец, создано такой офис разрешения аномалий во всех средах. В чём новизна? Во-первых, принято решение отказаться от термина НЛО. Во-первых, он себя скомпрометировал, а во-вторых, он немножечко уже, чем предполагаемые объекты исследований, потому что они неидентифицированные, неопознанные, но всё-таки объекты, и объекты конкретно летающие. Мы должны учесть, что то, что мы наблюдаем в небе, не обязательно является объектом и не обязательно является летающим, а вообще говоря, не обязательно и в небе. Поэтому сначала сокращение НЛО, ЮФО, было заменено неидентифицированными воздушными явлениями, а вот сейчас используется сокращение неидентифицированные аномальные явления. На мой взгляд, тоже не очень удачное словосочетание. Если мы не идентифицировали какое-то явление, мы не можем говорить, что оно аномальное. Оно может быть совершенно нормальное, мы его не опознали. Ну вот такое принято сейчас словосочетание. Это явление, которое может происходить в разных средах, не обязательно в воздухе, оно может происходить в космосе, оно может происходить в воде или на поверхности воды, оно может переходить из одной среды в другую. И это что-то, что мы не можем сразу объяснить. Что по сей день удалось им выяснить точнее, о чем они решили сообщить, потому что вот здесь внизу написано, что они готовят, естественно, не секретную часть отчета и секретную часть отчетов, что в секретной части мы не знаем. Вот это их отчет за 2022-2023 год. Всего к 30 апреля 2023 года они проанализировали 801 сообщение. Количество сообщений растет, но это не значит, что вот этих неопознанных явлений стало больше, просто улучшилась координация, улучшилось вот это централизованное стечение всех сообщений в единой репозитории. Ну и как бы считается, что дестигматизация работает. Никакой явной угрозы не зафиксировано, однако есть некоторые случаи, которые требуют дальнейшего расследования, когда наблюдавшиеся какие-то объекты как будто бы демонстрировали необычные скоростные характеристики и необычные маневры. Но тем не менее они не устают повторять, что никаких следов инопланетной деятельности пока не обнаружено. Территориальное распределение оставляет желать лучшего. На этой картинке показано, откуда в основном приходит информация. Даже территория Соединенных Штатов покрыта достаточно плохо, не говоря уже об остальном мире. Большинство сообщений получает рутинное объяснение. В тех случаях, когда объяснение не удается найти, это практически всегда связано с тем, что данных мало и они невысокого качества. Никаких свидетельств инопланетного происхождения современных явлений нет, никаких свидетельств того, что были когда-то в прошлом инопланетные контакты нет, нет свидетельств организованной политики сокрытия информации правительством США, информации, связанной со внеземным происхождением неидентифицированных явлений. Но выглядит это, прямо скажем, не очень убедительно. Правительство Соединенных Штатов проанализировало деятельность правительства Соединенных Штатов и пришло к выводу, что в этой деятельности не было ничего предосудительного. А что они еще могли сказать? Нет, ребята, у нас в ангаре 18 и на площадке 51, таки да, живут инопланетяне. Ну, в общем, даже и там было понятно, что есть очень много людей, которые с недоверием отнесутся к этой информации, и поэтому у этого второго дыхания есть еще один аспект, о котором я сейчас скажу. Так вот, за эту же проблему взялось Американское космическое агентство, НАСА, которое в 1922 году организовало независимую исследовательскую группу, в задачу которой входила разработка дорожной карты по дальнейшим действиям. Какие адресовались проблемы? Ну, во-первых, использовать только открытые данные, чтобы в случае обнаружения чего-то необычного об этом можно было совершенно без оглядки рассказывать. Потому что, как говорилось на их заседаниях, если пилот-истребитель делает фотографию статуи свободы, эта фотография будет засекречена. Не потому что статуя свободы секретна, потому что секретны параметры оборудования, на котором этот снимок был получен. Дальше. Необходимо что-то делать с качеством этих данных. Данные, которые есть сейчас, очень неоднородны. Данные не откалиброваны. Это означает, что нет особого доверия к тем числам, которые передают эти датчики. И при этом есть опасение, что часть вот тех видеороликов, которые мы видим и снимков, они вообще не связаны с реальными объектами, а они связаны с дефектами в детекторах. Отсутствуют метаданные, то есть вам предоставляют снимок, но в нем нет информации о том, когда он был получен, где он был получен, на каком оборудовании. И вот тот объем данных, который сейчас имеется, он не складывается в какую-то общую картину. То есть, скорее всего, те даже реально пока не идентифицированные явления, это явления очень разнообразные. Ну и, конечно, задача, которую поставила себе эта группа, это разработать какую-то процедуру по дестигматизации, чтобы люди не шарахались от этой тематики. А это проблема серьезная, потому что вот эти 16 специалистов, которые входили в эту исследовательскую группу, на себе испытали отрицательное отношение общества. Не раскрывалась конкретика, но неоднократно говорилось, что им поступали не только оскорбления, но и даже прямые угрозы относительно того, что они занимаются ерундой, что они опять поднимают хайп на такой вот нездоровой тематике. Каким выводом пришла эта группа? Они вот несколько месяцев назад опубликовали свой итоговый отчет. Основной вывод, он не был в таком виде сформулирован, но он как бы во всех разговорах и в документах сквозил. Это вывод о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Чтобы мы в конце концов начали разбираться как-то в этой проблеме, нам нужно наблюдать поверхность Земли при помощи одинаковых или одинаково откалиброванных датчиков 24 часа 7 дней в неделю. Это, понятно, задача нереальная, потому что ну и по финансам, ну и поднималась там еще такая проблема, что наблюдая за всей поверхностью Земли мы можем влезть в чью-то частную жизнь, что обществу тоже может не понравиться. Имеющихся возможностей НАСА и других гражданских организаций недостаточно для того, чтобы этот контроль организовать, хотя НАСА может предоставить при помощи своих спутников информацию о погоде, о физических условиях в тех местах, где наблюдались вот эти загадочные явления. есть много спутников, которые сейчас ведут наблюдения за поверхностью Земли, в том числе частных компаний, то есть тоже гражданских, но здесь качество снимков очень хорошее, но очень плохое покрытие по пространству и по времени. То есть тут тоже надо рассчитывать, что вот где-то произойдет это явление, и в этот самый момент, в эту самую точку какой-то спутник будет смотреть. Поэтому надо привлекать общественность, устраивать каким-то образом то, что называется citizen science, гражданская наука, то есть привлекать волонтеров, может быть разработать какое-то специальное приложение для смартфонов, чтобы вот что-то полетело необычное, человек не просто щелкнул кнопкой, а записалась еще вся доступная информация, которую бы можно было потом анализировать. Ну и, конечно, тоже через слово повторялось, что то, что им удалось собрать, нет никаких признаков того, что эти явления имеют внеземное происхождение. Ну и еще один глобальный вывод, который был этой комиссией сделан, что нам надо просто копить информацию. Ну вот копить, 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 копить. Почему? Потому что мы не ищем иголку в стоге сена. Мы ищем не пойми что в стоге сена. И для того, чтобы это найти, нам нужно как минимум очень хорошо представлять себе, что такое сена. То есть мы должны очень хорошо представлять себе опознанные явления. Ну и буквально несколько еще минут. А что же так все скучно-то? Значит, никто не выходит на связь. То, что мы видим, какие-то подозрительные сигналы, это все либо неубедительно, либо больше похоже на какие-то глюки. Никто к нам не прилетал. Солнечная система совершенно бесперспективна с точки зрения разумной жизни, потому что мы теперь знаем, что на Марсе холодно и сухо. Венера это вообще то ли филиал ада, то ли главный офис. Непонятно. Ну в общем, в Солнечной системе у нас никаких шансов. На что мы можем надеяться? Есть ли у нас хоть какая-то надежда? Значит, что нужно нам для существования инопланетной жизни, в том числе разумной? Понятно, что, как писал нам в свое время Фламмарион, мы ориентируемся на себя. Вот все рациональное, что мы можем сказать в этом отношении, это слова, сказанные про нас самих. Нужен долговременный источник энергии, с этим во Вселенной никаких проблем. Нужна химическая основа, соединение углерода, этого во Вселенной полно. Нужен растворитель, жидкая вода. Жидкая вода тоже во Вселенной присутствует. Ну, мы предполагаем, что нужна поверхность, потому что нам очень сложно себе представить образование жизни без поверхности, где-то просто в межзвездном пространстве. Все это, конечно, опирается на наше представление о том, что физические законы везде одни и те же. И здесь некая мера наших шансов описывается так называемым уравнением Дрейка. Оно было сформулировано в 1960 году, и формально оно позволяет посчитать количество цивилизаций, которые в данный момент присутствуют, ну, например, в нашей галактике, с которыми мы в принципе можем установить связь. Не установим, но вот которые готовы передавать сами и готовы принимать чужой сигнал. Из чего это складывается? Ну, во-первых, для того, чтобы была цивилизация, нужна планета. Для того, чтобы была планета, нужна звезда. Значит, мы берем общее количество звезд в галактике, умножаем на долю звезд с планетами, умножаем на количество планет в каждой планетной системе, которые способны породить и поддерживать жизнь. Что это за планеты? Это должны быть планеты земного типа, потому что у планет-гигантов нет поверхности, и эти планеты должны находиться на определенном расстоянии от родительской звезды, точнее, в определенном диапазоне расстояния, которое называется зоной обитаемости, внутри которого возможно существование на поверхности жидкой воды. Вот есть такое понятие, мы можем его для разных звезд, вот эту зону обитаемости, расписать. Вот здесь зелененьким она показана, зеленый цвет надежды. И мы видим, что планет в этой области довольно много. Правда, это в основном планеты-гиганты, которые нам бесперспективны, могут быть перспективны их спутники. Но при этом есть порядка 60 планет, у которых, наверное, есть поверхность, и которые попадают в зону обитаемости. 60 из 5,5 тысяч, известных на сегодняшний день. Это довольно большая доля, если мы учтем, что количество планет, по современным данным, в нашей Вселенной очень велико. И оно, может быть, даже превышает количество звезд. И даже если это доля процента от общего количества планет, планеты в зоне обитаемости, их очень много. Всё хорошо. Правда, да, вот есть такая знаменитая система сейчас, стропист-1, в которой 3, а может быть, даже 4 планеты относятся к земному типу и попадают в зону обитаемости. Ну, конечно, тут нужно помнить о том, что просто попасть в зону обитаемости – это недостаточные условия. И чтобы это понять, достаточно посмотреть на Луну. Луна заведомо попадает в зону обитаемости в Солнечной системе. Но не сбылось. У Луны почему маленькая масса не смогла удержать атмосферу? Ну и есть ещё некоторые проблемы, которые даже при попадании планеты в зону обитаемости могут её сделать необитаемой. Но вот дальше начинается всё очень плохо выглядеть. Вот те параметры, которые сверху написаны, они, в общем, имеют оптимистические значения. Но вот дальше доля планет, на которых действительно возникла жизнь, эта величина неизвестная. Абсолютно другой вопрос, на скольки планетах возникает разумная жизнь. Это две очень разные проблемы. И то, что возникла просто жизнь, далеко не гарантирует возникновение разума. И вот значения всех этих параметров нам неизвестны. Довольно часто попадается довод, да во Вселенной такое количество звёзд, да во Вселенной такое количество планет. Ну не может быть, по теории вероятностей, что только на одной планете возникла жизнь. Может. Вот любая из этих вероятностей, стоящих внизу, может быть очень маленькой. Настолько маленькой, что даже во всей Вселенной это число n получится равным единице. Ну и вот мои итоговые выводы. Но нет убедительных свидетельств того, что к нам кто-то прилетал когда-нибудь, сейчас или в далёком прошлом. У нас нет никаких убедительных хоть сколько-нибудь свидетельств, что жизнь существует за пределами Земли. Условия для появления жизни во Вселенной встречаются довольно часто, но мы не знаем, насколько часто эти условия реализуются, насколько часто они реально приводят к появлению жизни. Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Мы не знаем этих свидетельств, это не означает, что их нет. Но вот сказать на сегодняшний день, что мы где-то что-то нашли, мы, к сожалению, не можем. Ну и, конечно, здесь ещё возникают разные проблемы, связанные с тем, что даже если кто-то где-то есть, летать друг к другу нам будет очень сложно, общаться друг с другом нам будет очень сложно. Ну и, в общем-то, наверное, можно сказать так, что если мы не обнаружим какую-то новую физику, ничего особо интересного у нас не получится. Всё, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok